МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кировники Мазырского и Жлобинского района плануют подписать погоднение об установлении по Братимских и Сябровских совезе с городами Сюньчжоу и Лянюньгань, ответно. Проставники деловых кола у нашего региона проведут перемовы по пытаниях поставок гомельской продукции, а так само по нарушиванию экспорта туристичных послуг. Документально будет замоцван и протяг 5-годового супрациониста по Межгомельским державным университетам имя Франциска Скарыны и Нанкинским университетам науки и технологии. Протягиваем выпуск. Республиканский семинар в учебе работника у державного нагляду за техничным станом машины и обсталявания пройшел на базе Мазырского района. Его удельниками стали работники Держтехнагляду, керавники комитета по сельской господарции и харчаванни, специалисты по охове праце. Головная тема – подрыхтовка сельгазтехники до весновых полявых работ. Подребязности у корреспондента у телеканала Мазыр. Готовность тракторов до поселной кампании больше как 90%. Поселных агрегатов – 100. Сеяла кукуруза – свыше 75%. Але до сяубых этой культуры я шею сейчас. Гомельская область – одна з перших у республицы, приступила до весеннеполявых работ. Географичная становящая, як следство, больше высокие температуры по ветру тут играют далеко неопошнюю роль. Мазырский район традиционно проводит подрыхтовчую работу на высшайшем взрывне. Техника готова уже давно. Но, как я сказал, мы техосмотр проходили 19 и 22 февраля. На 100% мы готовы к выходу поля, хотя мы в настоящее время поле и работаем. Заранной буйнейшее сельскохозяйственное предприемство в районе. Площа сельхозугодио больше, як 10 тысяч гектаров. У рослиноводствий Саугаскомбинат робит сталку на кукурузу. Особливых экономичных проблем у проведения подрыхтовчих мероприемств до весеннеполевых работ тут не возникло. Однако, забеспеченность сельгазпредприемства у техникой, запасными участками, допоможным обсталяваниям и сэрисными послугами пытанье, які атакте инакш тышатся кожной господарки. Техника, которая выпускается на линию, должна соответствовать всем техническо-новативным актам. Исправна должна быть, оборудована световой и звуковой сигнализацией, иметь все быстрейшие документы. Сегодня, например, уже проведено техосмотры в среднем по республике Беларусь где-то 70%. Южная зона больше. Если, например, Гомельская область, то где-то кали 90%. Северная область там Витебске, Могилевске там намного меньше. Традиционный огляд готовности сельгазтехники перед ее выходом у поля проводят специально створенные комиссии. А в формальном ставлении до процессу и говорки быть не може, бо от якости подрыхтовчих мероприемствов шмат учим залежить, будучи урожаем. Основные проблемные пытания и задачи на гэты год удельники семинара обмерковали на пленарном поседжении. Илона Шауловска, Светлана Грудькович, славпрописно, отеля «Канал Мазыр». Специально для отеля радио-компании Гомель. У Гомеля пройшел день депутата. Представники городского совета оценили стан справ на предприемствах областного центра. Головная тема – сустреж с керавниками, умовы працы и макчимасти створения новых працонных местцев. Подрабязности у Ганны Ковалевой. Депутатский корпус Гомеля завсюди живо цікавится усім, что отбывается у реальным сектора экономики. Один спрыглада у день депутата, який его представники провели разом с працонными коллективами. Старшиня городского совета Иван Бородинчик отзначает, что мовы, у яких сегодня працуют многие предприемства непростые. Тому план проведения дня депутата унесли наведывание минавитотых объекта, где есть складанности. Так новобелецкий комбинат хлебопродукта улетась выдатно спарцевал по многих на прамках. Разом с тем есть и пылные проблемы. Выпрацывать рашини по их повинна допомогчу дымлику и подобные сустречи. Предприятие сегодня имеет огромные неплатежи за отгруженную продукцию. И это сдерживает прежде всего дальнейшее развитие предприятия. И я полагаю, что в том числе и наше сегодняшнее посещение этого предприятия, наши дальнейшие шаги, которые мы будем пытаться предпринимать, в какой-то степени позволят минимизировать эти проблемы. У непростой ситуации предприятия не идёт по шляху сокращения коллектива, навод поширает штат. В минулом году тут открыли новый цех. Работу им отримали 12 человек. У целом за паустого дзе иснование комбината на им сформовались соправданные прационные династии. Тут у Вогулі стал изгуртованный коллектив. За 2015 год выпущена продукция к уровню 2014 года в 124% прибыли. 67 миллиардов, чистые 20 миллиардов прибыли. Дополнительно, если будут наращиваться объёмы по линии микронизации и микродозирования, то здесь можно дополнительно ещё одну смену формировать. Один со способов экономии, на який комбинат перешёл не так давно, – в використании властной энергосоровины. Тут запущена модернизованная котельная. Ранее она працавала на газе. Заража, пальвам, заявляются отходы, які застались после перепрацовки культур. На фоне пылных тяжкостей у недройной покажки «Доманстрой» и предприемства «Строинвест ЕКБ», яку я так само наведал депутатский корпус. Предприятие открылось в 2012 году. Выпуск начало в середине 2013 года за счёт низкой начальной базы. Мы, как говорится, показываем феноменальные проценты роста. Разница между 2014 и 2015 годом прирост составила 2,6 раза. Это предприемство створал сельяк-резидент СС Гомель-Ратон. Основный объём готовой продукции карнавальных костюмов отправляется в Россию. Зараз тут працуют 276 человек, але предприемство готово развиваться и открыть прикладно полсотни новых працонных мест. Депутатский корпус пропоновал подрынку реализации этих планов. Ганна Ковалёва, Игорь Марышенко, телерадиокампании Гомель. До инших тем. Супрацовники управления по боротьбе с организованной злочинностью и коррупцией Министерства внутренних справ Республики Беларусь сегодня означают День утворения ведомства. На территории сучасной Беларуси специализованные подразделения по боротьбе с организованной злочинностью з'явились и еще у часы СССР. Загадом Министерства внутренних справ от 28-го соковика 1991 года была утворена новая служба, супрацовники якой стали мощными противниками для представников организованного криминального сяродзя. Селеты работники ведомства означают 25-ю годовину с дня его утворения. Этот праздничный день мне хотелось бы поздравить всех сотрудников и ветеранов подразделений по боротьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел. Всех тех, кто посвятил свою жизнь самоотверженной борьбе с преступностью и верной службе закону. Спасибо вам за ваш труд, благодаря которому жизнь в нашей стране становится спокойней и безопасней. Дякаучи самоданности супрацовников подразделения по боротьбе с организованной злочинностью и коррупцией, удалось и у значной ступени стабилизовать криминогенную обстановку у громадствия. На Гомельщине наприконцы 90-х, початку 2000-х были ликвидованы такие криминальные бандформирования, как пожарники и морозовцы. Перекрыты каналы буйного наркотрафику, раскрыты тысячи коррупционных справ. Належным чином наладжена работа по охове экономичных интересов державы. Пытание выполнения законодавства об гарантах по социальной обороне детей-сирот и детей, которые остались без нагляда родителей, обмерковывались сенне подчас областного координационного схода. Про то, какие проблемы еще остаются в этой сфере, доведался Евген Пабалавец. Гомельская область, первая в Украине, выканала доручение президента Беларуси по ликвидации интернатных установ агульного типа. Зараз дети выховываются у семьях. По области домов семейного типа працуют уже 40, яше два открытых селета. Гэты вопыт признаны становчим у целом, однако, як и в любой сферы, тут есть свои пытания. Нет сегодня ни одного высшего учебного заведения, которое бы готовили вот таких специалистов узкого профиля. К сожалению, допускается сегодня для осуществления таких функций лиц, которые не имеют педагогического образования, но с широкой душой, с теплым сердцем, с активной жизненной позицией. И поэтому система отбора сегодня, она ужесточается и с каждым годом все совершенствуется. Пытания задают и сами работники таких установ. Дом семейного типа належит державе. Батьки працуют по контракте и не мают право на такое жилье после выхода на пенсию. Законодавством это пытание по кульнияк не регулируется. Есть и иншие проблемы. Системный улик сродков, який выдатковывается с бюджету на выхование детей, нема одинной формы справозначности, а так само одворотной совести с теми, кто выховывался у таких семьях. Мы предлагаем новые формы, такие как учитывать мнение выпускников, детских домов и приемных семей при передаче новых детей в эти семьи. Мы также хотим, чтобы была утверждена единая форма отчета по расходованию средств. И хотим, чтобы проводился анализ готовности детей к семейной жизни после выпуска. И также хотим, чтобы при совершении преступления правонарушений, которые совершаются приемными родителями, родителями-воспитателями, воспитанниками, сообщалось в отделы образования для принятия своевременных мер. В подаденных на первые студенты 2016 года в Гомельской области живет больше 4 тысячи детей-сирот и детей, которые застались без опеки батьков, что год фиксуется снижение как колькости приемных семьях, так и детей, которые у них выховываются. С инжага боку растет колькость детских домов семейных атып и по области, и по краине. За последние два года появилось 8 новых таких домов, и еще больше 40 сирот стали выховываться у атмосферы семейного тепла и утульности. Евген Поболовец, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». У Гомель обновила деятельность «Школа пароксизмальных станов». Занятки примерковали до Международного дня братьбы с эпилепсией. Школа пароксизмальных станов створена на базе Гомельского областного клиничного шпиталя инвалидов войны, что тлымачится наявностью тут, мощной неурологичной базы. А прача таго прышпитали працой кафедры неурологии и нейрохирургии Гомельского державного медицинского университета. Эпилепсия – достатково распаусюдженная хвороба. Сегодня в свете отповедны диагноз, мают каля 50 миллионов человек. Причим, она не только передается на генетичном узроне, а лей может стать наступством отрыманной травмы ци стрессу. Тя род разлеженных пытаний у лечения эпилепсии у детей и дорослых. По словах медиков, зараз при правильно подобранном лечении до 70% хворых могут вести нормальный лад життя. А прача таго больше уваги необходимо надавать подрыхтовцы людей в пытаниях оказания экстренной допомоги подчас приступов, что часто на промой уплывая на дальнейший стан здоровья хворых на эпилепсию. Когда наступают судороги, все люди теряются. И неоказание первой помощи чревато последствиями. Потом очень большие осложнения вплоть до смертельного исхода. Самое главное при приступе эпилепсии грамотно оказать помощь, человеку помочь, и тогда последствия будут минимальны. Поэтому эти школы для того существуют, чтобы люди, которые вокруг нас окружают, могли помочь своим ближним. И до новинок культурного життя региона. Одразу два первые места, а ле прыгэты мне одного гранпры. Кавер-гурты «Плюс 28» с Гомеля и «Джаз-Сити-Бэнд» с Могилёва стали переможцами открытого конкурсу «Сожский шляхер». Олег Сентюро оценил майстерство удельников. У першыню, у рамках фестиваля «Сожский шляхер» музыканты вышли на сцену в 2008-м. Правда, тогда этот творческий конкурс назывался «Студентский шляхер». Проект притрымался три года. Сегодня конкурс вырешили одрадить, але при этом зменили его формат. Теперь он уже не мая статуса студентского. Это по сутности республиканский фестиваль «Кавер-гуртов». Разом с представниками Гомельской области удел у им приняли коллективы с Минской Могилёва. Некого обмежевания по узорости так само нема. Для того, как выйти на гомельскую сцену, необходимо просто подать отповедную заяву. Плюс быть, как минимум, долиновитыми музыкантами. Подход до отбора удельников у архкомитета вельми строгий. Более 30 заявок было. Естественно, у архкомитета мы заседали, потому что по требованию, по согласному положению, видеоматериал каждая группа предоставляла. И, естественно, согласно нашим требованиям, нашему уровню, который мы предъявляем к фестивалю, не все коллективы дошли, даже до отборочного тура. Ну, 24 команды дошли. Организаторы вельми спадяются, что у этого творчего конкурса будет долгое житё, а назва «Сошский шлягер» станет яшедным брендом Гомеля. Почем, когда «Сошский карагод» – фестиваль хореографичного мастерства, то «Шлягер» – вокально-инструментальный гуртов. Для самих выканавцев это могчимость не только яшей раз выйти на сцену, алей поравнать свои досягнени за мастерством інших. Шмат, кто за денег у конкурса профессионными музыкантами не заявляются, алей музыка для них кажуть осью ровно сенс життя. У нас у каждого, если что, параллельно какое-то своё дело. Кто-то в бизнесе работает. Ну, и это является подспорьем для какого-то развития. Ну, и вообще мы музыканты по жизни. Сегодня «Сошский шлягер» – это демонстрация не только вокальных сдольностей, алей и технических махчимостей, тематичные семинары и интерактивная выстава профессийного концертного обсталявания, плюс демонстрация технологии сучасного шоу за выкананием кавер-композиции. До речи, у тем, что у дзенники группы выканывают уже вядомые песни, алей во властной процессе организаторы ничего даринного не бачить. У речи концентрация намаганий на каверах творов вядомых артистов, допомогая отримать опыт для дальнейшего выканания уже уластных оригинальных композиций. Пожалуй, это какая-то уже на сегодняшний день сложилась мировая тенденция. Сейчас, как говорят, начался век каверов и именно, ну, скажем так, перепевок. То есть люди даже известные, абсолютно всемирно известные звёзды, они на сегодняшний день поют, и это нормально, именно чужие песни в своих каких-то интерпретациях. Олег Сентяров, Евген Макеенко, Телерадо-компания «Гомель». На этом выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам доброго вечера. До новых сустречу эфиры.